Всем привет дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам один из споров, которые невозможно проиграть. То есть вы всегда будете победителем, если будете знать небольшой секрет, до которого почти невозможно додуматься. Ну что ж, начнем. Возьмите яйцо и скажите другу, чтобы он разбил его тазиком. К яйцу прикасаться руками нельзя. Как только он примет спор, положите яйцо в угол комнаты. Из-за круглой формы тазика его никак не достать, и оно останется целым. Ну, а вы победите в этом споре. Поспорьте с другом, что он не сможет сломать целую макаронину в спагетте на две части. На первый взгляд кажется, что это легко, но есть одно условие. Нужно держать макаронину за концы. Как бы он ни старался, сломать ее пополам не получится. Она всегда будет ломаться на три части, или даже больше. Сожмите пальцы, как это показано на экране. Средние пальцы должны быть вогнуты внутрь. Теперь поместите между безымянными пальцами монетку. Поспорьте с другом, что он не сможет высвободить монетку, но при этом сводить пальцы в разные стороны нельзя, может только разжимать. Как бы он ни пытался, но сделать это невозможно физиологически. Так что вы всегда будете победителем в споре. Поспорьте с другом, что он не сможет выпить воду со стаканчика двумя трубочками. На первый взгляд тут тоже ничего сложного, но дело в том, что одна из трубочек должна быть за пределами стакана. Как бы он сильно не всасывал, все равно в рот будет поступать только воздух, и у него ничего не получится. Чтобы выполнить условия спора, нужно просто зажать ту трубочку, которая за пределами стакана зубами. Вы перекроете воздух и спокойно сможете выпить воду. Поспорьте с другом, что он не сможет поднять ногу на 3 секунды, стоя у стены и прижавшись правой ногой и плечом. Звучит легко и все пробуют, но на самом деле центре тяжести вашего тела не даст вам этого сделать. Вы даже не сможете простоять так одну секунду. Покладите обычную монетку на стол. Поспорьте с другом, что он не сможет сделать так, чтобы монетка оказалась на ладошке, при этом касаться ее нельзя. Также нельзя допускать, что монетка оказывалась ближе, чем 10 сантиметров до края стола, то есть сдуть ее нельзя. Это собьет вашего друга, ведь когда он слушал условия спора, у него был коварный план, просто сдуть монету, но не выйдет. Чтобы выполнить условия спора, нужно очень хорошенько дуть под монетку под небольшим углом, таким образом монетка просто залетит вам на руку. Для этого апаре вам нужна вот такая вот щетка. Поспорьте с другом, что не сможет ее и смести монетку с вашей ладошки с первого раза. Конечно же он согласится, поскольку звучит это легко. Чтобы он не смог это сделать, вы можете просто утопить монету внутрь руки, и он уже не сможет ее смести. А для большей надежности можете налить что-то на руку. Поспорьте с другом, что он не сможет стоять на одной ноге, пока вы досчитаете до трех. Как только начнет, считаете. Раз, два, ну все, ладно, давай, я пить чай, приду завтра. Это очень быстрый спор, лишь на словах. Если друг правильно ответит на ваши вопросы, то он победил. Отвечать надо в течение одной секунды. Первый вопрос, какого цвета лист? Юль, какого цвета лист? Белого. Что пьет корова? Молоко. Ой, воду. Вот и все, вы победили. Поспорьте с другом, что вы пьете три стакана воды быстрее, чем он три стопки. При этом нельзя мешать сопернику и трогать стаканы и стопки другого. Но попросите по-дружески дать вам фору в один стакан. Как только вы его выпьете, накройте своим стаканом стопку друга. По условиям трогать его нельзя, и у вас есть бесконечное количество времени, чтобы выпить воду. Ну что ж, надеюсь, что эти споры вам понравились, так что буду рад лайку. Также зацените вот этот видос. Ну и не забудьте добавиться в друзья вконтакте и подписаться на канал. Всем пока!